Уважаемые телезрители, мы продолжаем нашу серию встреч с директорами институтов и ведущих подразделений нашего Казанского федерального университета. И сегодня у нас в гостях декан юридического факультета КПУ Бакулина Лилия Талгатовна. Здравствуйте. И с вами, как всегда, журналисты Альберт Бекбов и Рустам Вафин. Итак, юрфак. Юрфак, как много в этом звуке для сердца татарстанского слилось, как много в нем отозвалось. И действительно, юридический факультет – это лучшие люди Татарстана, лучшие люди страны. Какой у вас лозунг? Да, действительно, Альберт, есть такой лозунг, слоган, который родился, когда мы собирали форум выпускников юридического факультета. Юрфак – это я, юрфак – это мы, юрфак – это лучшие люди страны. Итак, мы поговорим сегодня о юрфаке. Лилия Талгатовна, скажите, пожалуйста, как прошла приемная кампания 2019 года? Какие были баллы, результаты, какой был конкурс? И в чем отличие прошедшей подписной, призывной приемной кампании от приемных кампаний прошлых лет? Традиционно она прошла на очень высоком уровне, потому что была отличная организация со стороны приемной комиссии Казанского федерального университета. И мы набрали очень хороших абитуриентов, потому что баллы на юридический факультет высокие. Мы установили, даже нижнюю планку установили достаточно высокую – 210 баллов на бакалавриат и 180 баллов на специалитет. Поэтому это такие хорошисты школьники. И если говорить о конкурсе, он тоже традиционно высокий, несмотря на то, что часто говорят, что юридические профессии уже не востребованы. Если в прошлом году было 1200 заявлений, то в этом году их 1600. К сожалению, на юридическом факультете очень мало мест, которые финансируются из федерального бюджета. Поэтому 29-26 в разные годы – это, конечно, не то количество, которое нам хотелось бы иметь. Но это политика государства в этом плане. И поэтому, конечно же, на бюджетные места конкурс еще выше. И средний балл по единому государственному экзамену составляет 276 баллов в среднем. То есть это 92 балла где-то должно быть у абитуриента по каждому из трех экзаменов. Это очень высокий результат. А вот в чем отличие? Отличие в том, что в этом году мы первый набор сделали на программы специалитета. Как вы помните, все мы обучались когда-то пять лет. И бакалавриаты магистратуры и аспирантуры как три ступени высшего образования не появились у нас в 2000-е годы, когда мы перешли на эту баллонскую систему. И вот в этом году мы сделали первый набор на программы специалитета. У нас их два. То есть помимо бакалавриата и магистратуры, это правовое обеспечение национальной безопасности. Один специалитет называется. И второй специалитет называется судебная и прокурорская деятельность. Мы набрали 150 абитуриентов. Это в сумме на два специалитета. Да, в сумме на два. Но это не предел, поскольку данные программы предполагают еще аккредитацию. В связи с тем, что нет аккредитации, поскольку нет набора. Здесь для лиц мужского пола нет отсрочки от службы в армии. И мы думаем, что вот как раз, наверное, мальчиков это останавливало, хотя востребованность, видно, что она есть. Поэтому как только мы получим в 2020 году аккредитацию этих программ, я думаю, что набор туда будет такой же, как на бакалавриат. А может быть, наоборот, вот эти потоки, они перетекут с бакалавриата на специалитет. Потому что это пять лет обучения, потому что это полноценное высшее образование. Не нужна вторая ступень магистратуры. И работодатель потенциально видит, когда в дипломе написано не бакалавр, а юрист, у него как-то все складывается. Картинка вот именно привычная для работодателя. И это вот экономия для родителей целого года обучения, если мы говорим о бакалавриате плюс магистратуру. И есть планы по каким-то новым специалитетам? Я думаю, что планы всегда они есть. И мы, в частности, по программам магистратуры планируем всегда открывать новые магистрские программы, которые востребованы. То есть это не значит, что если открыли программу специалитета, то на бакалавриат и магистратуру мы уже уделяем меньше внимания. В любом случае, это тоже направление подготовки юриспруденция. И она востребована будет до тех пор, пока потенциальный школьник готов отдать за свое обучение на юридическом факультете Казанского федерального университета. Поэтому здесь уже просто будем варьировать именно контрольными цифрами приема. То есть сколько бы мы хотели видеть людей на специалитете, сколько на бакалавриате, сколько на магистратуре. То есть имеется в виду уже контрактное обучение. Контрольные цифры приема на бюджетные места, они даются Министерством образования, высшей науки. Поэтому здесь мы уже заложники ситуации. А то, что касается контрактной формы обучения, то есть, конечно, если есть спрос, есть предложение, соответственно, поэтому мы будем продолжать отталкиваться. Но пока мы не планируем дополнительно еще третий, четвертый специалитет открывать. То есть надо все-таки посмотреть и обкатать именно эти две программы. И вот у Рустама был вопрос. У меня, знаете, какой вопрос? Во-первых, меня по специалитету интересует. Я так понимаю, это такая новая старая форма, которая позволяет обойти вот эту достаточно жесткую баллонскую систему, и вернуться отчасти к каким-то традиционным, старым, советским еще системе образования высшего, когда это была одна специализация, и с готовой профессией ты выходишь. Правильно я понимаю? В определенной степени. Я понимаю, что, конечно, это на новом уровне каком-то. А с чем это связано? Почему у вас, условно говоря, не вот эта система баллонская, когда есть первая ступень, бакалавр, вторая ступень, она у вас мешает или считает ли какие-то есть недостатки, что потребовалось вот именно специалитет? Она не мешает на самом деле. Она идет параллельно вместе с любой другой формой, которую предлагает нам федеральный стандарт, который предлагает нам закон об образовании. Поэтому здесь есть возможность варьировать, и специалитет никогда не закрывался. То есть как направление подготовки по юриспруденции специалитет не закрывался. То есть мы выпустили, мы могли на самом деле, если бы были, наверное, немножко порасторопнее, и чуть-чуть смотрели вперед, мы могли, закончив специалитет тот, который был, фактически по новому стандарту открыть специалитет другой. То есть у нас вот такой четырехлетний промежуток получился, именно потому что очень долго подготовка документов, то есть рассмотрение этих документов от ВУЗа, когда вот лицензионный пакет идет, то есть у Министерства образования. А так, в принципе, она никогда не отменялась. Почему я это говорю? Потому что другие институты особо специалитетами не парятся или не интересуются, особо в программу себя не включают. Вы знаете, вот у каждой профессии, у каждого направления подготовки, будь то врач, экономист, юрист, там, физик, технолог, инженер, есть своя специфика, и это естественно. И поэтому сегодняшний компетентностный подход, его можно, собственно, сформировать у студента, выпускника, и на программах бакалавриата и магистратуры, а можно сформировать на программе специалитета. То есть это просто инструментарий, это просто оболочка, в которую ты, в принципе, которую ты заполняешь именно тем содержанием, которое требует от себя знания, умения, навыки, которые характерны именно для этого направления подготовки. Вы сказали о том, что у вас не очень большое количество бюджетных мест. У меня в связи с этим такой вопрос. И упоминали о том, что сейчас бытует мнение, что гуманитарии, юристы, экономисты, их избыток якобы в стране, сейчас такое мнение можно услышать в последнее время, что нам нужны технари, инженеры. И в связи с этим, вот, например, ваш факультет, вы чувствуете вот эти настроения, потому что у вас есть госзаказ, да, бюджетные места – это госзаказ. В данном случае меня интересует не сегодняшнее количество бюджетных мест, а вот тренд. Оно стало увеличиваться, стало уменьшаться. Как что происходит с госзаказом на юристов, правоведов, и как это чувствуется через ваш факультет? На самом деле, да, действительно, это государственный заказ и тренд на снижение. Причем этот тренд идет уже на протяжении последних 15 лет, потому что, если мы говорим, когда-то было 80 бюджетных мест, потом было 100, потом 150, и потом мы пошли на снижение такое же. То есть от сотни мы сегодня, потом 60, и сейчас у нас вот в пределах там 25-30 этих мест. Нет какого-нибудь роста небольшого в последнем году? Там 5 позиций? Ну, вот, например, в прошлом году было 26, в этом году 29. Ну, то есть если вы считаете, что это рост. Да, но, например, по магистратуре мы точно так же снижаемся, вот, как по бакалавриату. То есть там вот роста нет. Там идет снижение почти на 20 позиций каждый год. Я считаю, что политика государства относительно снижения именно финансируемых из федерального бюджета количества мест, она связана не с тем, что юристов или экономистов много, она связана именно с тем, что есть рынок образовательных услуг. То есть если мы с вами находимся в системе капиталистических отношений, и там, где образовательные услуги, собственно, покупается и продается, то, естественно, здесь государство, оно должно учитывать рынок образовательных услуг и его запросы. То есть если есть запрос на юристов, то есть если есть готовность заплатить 180 тысяч рублей за год обучения, там, допустим, в Казанском федеральном университете или 350 тысяч за год обучения в высшей школе экономики за получение диплома юриста, это значит, что государство перенаправляет свои ресурсы на те направления подготовки, которые, собственно, ну, тоже должны быть востребованы и востребованы, скорее всего, тем самым стимулируя школьников к тому, чтобы они изучали физику, химию, биологию, математику и давая возможность этим ребятам обучаться потом на бюджетных местах. Малообеспеченных семей. И в том числе и малообеспеченных, и чтобы сохранить вот именно в регионах медалистов, олимпиадников, именно по техническим вот этим направлениям подготовки. То есть государство просто перенаправляет ресурсы, ну, потому что это объективно. Рынок, получается. Рынок образовательных услуг, он сам регулирует эти процессы, а государство здесь, естественно, оно не будет затраты совершать в отношении тех специальностей и направлений подготовки, где человек готов выложить за свое образование энную сумму. То есть, другими словами, даже снижение какой-то госзаказа, оно свидетельствует, наоборот, о росте, популярности, о востребованности рынком, именно профессии. Я вам вот первую цифру назвала 1200 заявлений в прошлом году и 1600 в этом году. Конечно, есть еще демографические моменты. Есть провальные годы, когда детей рождалось меньше, и, соответственно, мы там на всех направлениях подготовки видим, что заявление подавалось меньше. Там были 90-е годы где-то вот. То есть это говорит же о том, что на 400 заявлений подали больше, чем в прошлом году. Значит, востребованность она налицо? Поговорим о рынке. Вот у нас в Казани существует не менее, наверное, десятка мест, где готовят юристов. Если смотреть в целом по стране, то по юридическому направлению готовят сотни различных университетов, институтов различного рода. Академии, да? Да, даже курсы какие-то. И вот есть такой вопрос. Место Казанского федерального университета, вот в этой, во всей... Во всей... Цветущей поляне. Да, во всем этом цветнике юридических... Юридических мест, где дается образование. Скажите, пожалуйста, вот какие конкуренты у вас есть? Кого вы считаете ровнее? И вот в чем отличие именно нашего Казанского федерального университета от других образовательных учреждений? На самом деле, Альберт, их не десятки. В Казани всего шесть вузов. Я не считаю Кахты и Каи, которые готовят, собственно, юристов. Вот это уточненная цифра. Кроме того, относительно сотни вузов по России, надо сказать, что Министерство образования и науки Российской Федерации в общем-то ведет правильную политику с точки зрения сокращения и коммерческих вузов, в том числе юридических, и сокращения вообще этого направления, то есть подготовки в непрофильных вузах, вот как я уже говорила, КАИ, КХТИ, да, это были 90-е нулевые годы, когда вузы, по сути, выживали. И технические вузы открывали у себя экономические и юридические факультеты. То есть это время, слава богу, оно миновало, и сейчас вот политика государства в отношении и юристов, и экономистов, она выстраивается, я считаю, правильно, потому что сохраняются вот именно те классические, академические учебные заведения, которые всегда осуществляли подготовку высококлассных специалистов любого профиля, ну и в том числе юридического. Но что касается коммерческих вузов, те из них, кто ведет свою работу в соответствии со стандартами, законодательством Российской Федерации, и также успешно вот на этом рынке образовательных услуг себя позиционируют, то есть, конечно, они остаются, но они нам не конкуренты, то есть в любом случае Казанский федеральный университет, это имя с более чем 200-летней историей, и юридический факультет Казанского университета, он, по сути, ведет свою историю с 1804 года, с нравственно-политического отделения, когда юридические дисциплины читались там всем студентам, их там было меньше 50, но им всем читались юридические дисциплины, и там уставами уже 40-х годов 19-го века у нас уже был полноценный факультет, были полноценные юридические кафедры, поэтому я думаю, что вот то, что в Казанском федеральном университете сформирована научная школа юридическая, это тот плюс огромный, который, собственно, и делает нас отличными от других. Еще один большой бонус, который получает, я думаю, тоже выпускник юридического факультета, это то, что это шикарная материально-техническая база, то есть у нас замечательная криминалистическая лаборатория, у нас аудиторный фонд, который соответствует всем стандартам, поэтому это тоже очень важно, я уже не говорю там о деревне универсиады, и вообще... там, где студенты тоже проводят очень большую часть своего времени. Вот вы говорили, высшие школы экономики, там 350, 360... Да, 350 тысяч за обучение. Да, 350 тысяч платят, и еще же накладывается... Проживание. Стоимость проживания. Конечно, и общежитий в московских вузах, как правило, нет, то есть, ну, там в МГУ есть, и то не для всех, то есть это тоже очень важно. Кроме того, выпускники юрфака, они продолжают связывать, ну, поддерживать связь с факультетом, и это наши потенциальные работодатели, то есть они у нас не только ведут занятия, но они еще и, собственно, берут на практику студентов, поэтому базы практик у нас, ну, они, во-первых, очень такие солидные, то есть это судебная система, это прокуратура, это адвокатуры, ну, и крупные государственные предприятия, учреждения и организации, муниципальные органы, государственные власти, это тоже огромный плюс. Вы знаете, я сталкивался с таким удивлением, как вот выпускники юрфака, они с большим пиетитом, и относятся именно к альмаматору своей, они... Это действительно так. Даже некого рода какое-то неформальное братство, которое даже вот на фоне, у нас тоже есть там братство внутри, внутри подразделения нашего университета, ну, там химики, физики, но юристы даже как-то тут выделяются именно вот такой любовью к своему факультету, к преподавателям, к своим сокурсникам. Так и есть. Большая юридическая семья. Да. И вот еще один плюс, о котором тоже вот, наверное, надо упомянуть, в том числе и вот то, о чем вы говорите, это любовь к факультету. На юридическом факультете одним из первых был создан попечительский совет юридического факультета в 2011 году, который возглавил мэр города Казани Сурайсич Медшин, выпускник юридического факультета, и в составе попечительского совета только выпускники юрфака, их 19 человек, и поэтому вот это те лица республики Татарстана, это те лица, которые занимают высокие должности, и даже если... Мы поговорим о них отдельно. Да, да, да. То есть это тоже большой плюс, потому что это люди, которые готовы помогать и сегодня факультету, и в плане материальной базы, улучшения ее, там, закупки оборудования и так далее, и в плане даже ремонта аудитории, и вот юридическую клинику Казанского федерального университета как раз благодаря попечителю мы отремонтировали на Пушкина. То есть это огромная помощь. Это у вас даже получается государство внутри государства. Ну, в какой-то степени, да. Да, с вами со своими фондами, со своими спонсорами. Да, фонд попечительского совета, да, он есть, то есть и мы благодарны всем тем, кто жертвует определенные суммы на то, чтобы факультет развивался. Илья Долгатова, у меня есть вопрос. Который, ну, достаточно длинный, наверное, я по нему подведу. Вот вы упомянули три направления, которые самые популярные и основные. Это суды, специалистов для суда, для прокуратуры, адвокатуры. В свое время адвокатура считалась элитой вообще юристов, да. Человек, который выходил в суд в стязательном процессе, вытаскивал из мертвых ситуаций своих подопечных клиентов. Ну, и имена знаменитых адвокатов, они на слуху остались в истории с 19 века, ну, когда вот адвокатура в России появилась, да? Плевака, по сути. Коней, плевака, да. Вот. Сейчас, насколько адвокатура интересна, я хочу узнать этот тренд, потому что, не кажется ли вам, что профессия адвоката, она немножко потерялась? Почему? Я задаю этот вопрос. Потому что, когда мы смотрим статистику судебных решений, и мы видим, что в судебных решениях со времен отечественной 99% это обвинительный приговор, то есть, хотя это объясняется, что якобы следственный орган у нас так хорошо работает, что там все прекрасно становится, но понятно, что есть сомнения по этому поводу. И вот ощущение, что адвокат, как бы не танцевал адвокат, каким бы он талантом не обладал, он не может там переломить. Не девальвировалось ли вообще? Да, профессия адвоката. Почему я спрашиваю? Потому что это не отражается ли это в интересе студентов к этим направлениям? То есть, вы можете заметить там, что идут в сторону адвокатуры, специализации, судебную, прокурорскую, обвинительную часть. Вот в таком ракурсе. Я думаю, что нет такой тенденции, к тому, чтобы мы говорили о том, что идет тренд на снижение выбора студентами, там, адвокатской практики, или там даже судебной, или прокурорской, или даже следственной. Хотя... Нет, может, что-то растет, а что-то снижается. И можно... В разные годы по-разному. А сейчас как происходит? Сейчас, ну, в общем-то, примерно в тех же пропорциях. То есть, если мы говорим о юриспруденции, то в рамках вот любого стандарта есть специализация или есть профиль. Соответственно, профилизация, которая есть на юридическом факультете, это гражданско-правовая, уголовно-правовая, государственная или конституционно-правовая и международная. То есть, в рамках и гражданской правовой, и уголовно-правовой специализации есть возможность, собственно, получать знания и умения, навыки отрабатываться по уголовному процессу и по гражданскому процессу. То есть, соответственно, ребята выбирают, как правило, именно эти два направления. И в рамках этих двух направлений, то есть, есть те, кто уже там с первого курса или уже к концу, к окончанию обучения знает, что он точно пойдет в адвокатуру. Есть те, кто приходит в адвокатуру позже гораздо сначала. Ну, во-первых, есть необходимость там наработать определенный опыт. Есть те, которые начинают уже работать после, ну, вот раньше, например, после третьего курса они уже фактически уходили и общественными помощниками, и помощниками вот работали, и стажерами работали в адвокатуре. Ну, поэтому нет снижения. То есть, профессия юриста, она в любом случае, ну, не то, что востребована вот там абсолютно, да, но она выпускником факультета определяется, исходя из собственных предпочтений и где-то возможностей, где-то, ну, вот именно той психологии, да, которая тебе вот, ну, например, ты не можешь пойти там в морг, ты не можешь пойти в какие-то, ну, или ты не можешь защищать насильника. То есть, ну, есть какие-то такие вот еще не профессиональные деформации, но вот они уже есть некие ограничения, которые просто тебе, может быть, и нравится эта профессия, но вот есть какие-то нюансы. И в то же время можно не ходить ни в морг, ни там, не выезжать на следственные действия, можно выбрать, даже в рамках адвокатуры можно выбрать ту стезю, которая, собственно, позволит раскрыть твои таланты, и тебе это будет близко. Поэтому я не могу сказать, что вот у студентов идет прям такое резкое снижение выбора именно адвокатской деятельности. Нет, с удовольствием ходят на практику, потому что адвокаты их берут как раз в судебный процесс, и они уже вживую видят, как это происходит. Поэтому всегда, то есть на практику в адвокатуру идут прям возьмите меня. Получается, перед выпускником открыты сто дорог, сто путей, и выбор его конкретный, какой-то юридической институте зависит именно от особенностей его мировоззрения, характера. Он может, например, пойти в консалтинговую юридическую тему, если он чувствует, что он может работать на рынке, вот так вот биться, выгрызать себе. Универсальная профессия юриста. Можно работать везде. А есть кто-то, кто как наемный работник уходит, юрист предприятия. А можно остаться преподавать на юридическом факультете Казахстанского федерального университета. А можно и остаться. И Рустам хотел задать. У меня такой традиционный вопрос, наверное, ко всем директорам институтов, ко всем структурным подразделениям руководителям университета и к вам тоже. Ваши выпускники, которые вам запомнились, вот, если особенно запомнились ваши птенцы, что называется, которых выпустили... То есть в моей педагогической практике? Да. Или вообще в целом? Не в целом, а в личном. Те люди, которые на слуху для вас, для кого... Сразу говорю, чтобы никого не обидеть, если какие-то фамилии забуду назвать, но на самом деле таких успешных выпускников на юрфаке достаточно много. И вот, как мы уже говорили, есть, например, курс, с которого есть три, четыре, пять преподавателей, и трое из них являются заведующими кафедрой юридического факультета сегодня. Вот это один курс. Но это же тоже здорово. Это же вот как раз те традиции, которые есть на юрфаке, они продолжаются. То есть мы передаем через наших учителей, мы уже передаем следующему поколению. Есть выпускные курсы, где генералы ФСБ, КГБ, каких-то других структур, государственных органов, власти Российской Федерации, муниципальных органов. То есть каждый курс на юридическом факультете, он по-своему в хорошем смысле звездный. Поэтому эти звезды могут быть на погонах, эти звезды могут быть сиять вот именно потому, что они олицетворение юридической науки или юридической практики, или это вот высокопоставленные чиновники, которые... Лучшие люди нашего города, нашего Татарстана, лучшие люди страны. Есть ребята, которые сегодня работают в других вузах в Москве, в Санкт-Петербурге. Вот вы говорили как раз о конкуренции, задали вопрос, я вот на него не ответила. Это тоже хорошо. То есть это значит, что мы готовим таких специалистов, которые могут трудоустроены быть в вузах, причем и преподавателями, и они занимают, кто-то занимает высокие посты в юротделах или даже возглавляют юротделы зарубежных компаний, не только российских компаний, не юридических компаний. То есть и, например, Александров Станислав, у нас выпускник юридического факультета, он является руководителем аппарата Ассоциации юристов России. То есть это говорит о том, что на самом деле если ты здесь хочешь реализовать свой потенциал, свои таланты, свои амбиции, у тебя здесь масса возможностей. И плюс вот этот корпоративный дух юрфака, это поддержка на всех уровнях. То есть это есть. И поэтому я думаю, что в этом плане вот эти ребята, ну, даже вот пусть я назвала только одну фамилию, на самом деле этих фамилий очень много, это те, кто, собственно, и делает славу юрфака Казанского Федерального Университета. Поэтому каждый из них по-своему уникальный, талантливый и звездный вот именно в хорошем смысле этого слова. Лилия Толгатовна, я обращаюсь к вам, что вы можете перечислять звездных ваших выпускников и вот этот перечень, наверное, займет часы нашей передачи, если тут можно даже целый день говорить о том или ином человеке. И поэтому я немножко уведу разговор такую более приземлемую плоскость, я вернусь к науке. Наука на юридическом факультете. Вот я недавно совершенно услышал, что одной девушке юридического факультета было присуждено звание, западное звание, доктор философии, такое достаточно интересное явление для нашего университета. И вообще вот расскажите о научной школе юридического факультета. Да, действительно, Диана Галеева, выпускница юридического факультета, она была профоргом факультета много лет, очень такая активная, креативная и при этом еще занималась наукой. Действительно, вот она получила эту степень, PHD, и мы гордимся тем, что выпускники юрфака могут доказать, что действительно звание западного образца, эту степень, научную степень, подтвердить вот именно тем, что база, фундамент все-таки были российское образование, и что оно действительно, вот это российское образование конкурентоспособно, и оно конкурентоспособно именно потому, что и научная школа очень сильная, вот я, как я говорила, более 200-летней истории Казанского университета и казанских именно научных школ, и плеяда замечательных, известных во всем мире ученых, таких как Шершеневич, Мэйр, Пиантковский, это те, кто делал имя не только Казанскому университету, но и России на международном уровне, и, конечно же, и в советский период были известные ученые, которые, собственно, продолжали лучшие традиции научной казанской школы 19-го века и развивали, и происходило становление новых научных школ, это и профессор Фельдман, школа международного права, которая известна во всем мире, и очень крупные мероприятия, которые проходят, они всегда проходят и в Казанском федеральном университете, и мы являемся участниками международных конференций, то есть нас знают, благодаря вот этой научной школе студенты юридического факультета участвуют в международных конкурсах, то есть преподаватели уже кафедры международного права, ученики Давида Исаковича Фельдмана осуществляют подготовку студентов к международным конкурсам, и наши студенты представляют не просто Казанский университет, они представляют Российскую федерацию на этих международных конкурсах, то есть мы неоднократно занимали первое место в Соединенных Штатах Америки, то есть когда англоязычная среда на английском языке, то есть идет системы права другая, но идет такое вот консультирование, юридическое консультирование на иностранном языке, мы представляли Российскую Федерацию, мы занимали первое и второе место на международных конкурсах. Это блестящие результаты. Поэтому и И другие научные школы, и теоретики, и конституционалисты. Я могу, например, привести пример Румянцева и других ученых нашего Казанского федерального университета, которые принимали участие в подготовке в 1993 году текста нашей российской конституции. Но есть еще преподаватели юридического факультета, которые принимали участие не только в подготовке Конституции Российской Федерации, но и в Конституции Республики Татарстан 1992 года. Это профессор Железнов Борис Леонидович, это профессор Решетов Юрий Сергеевич. То есть это вот как раз та научная школа, которая, собственно, и формировала тот новый образ Республики Татарстан, татарстанской государственности, которую, собственно, мы и получили в нашей Конституции Республики Татарстан и в Конституции Российской Федерации. Вот так вот, уважаемые телезрители, ученые Казанского федерального университета стояли у истоков государственности не только Татарстана, но и России. И судите сами об авторитете научной школе нашего университета. Так, Рустем. Что в вашем понимании идеальный юрист? Есть такое понятие идеальный юрист. Вот в вашем понимании идеальный юрист, кто он, каким качеством он должен обладать? Знаете, я как раз не употребляю этот термин идеальный, применительно не только к юристам, потому что на самом деле это очень субъективно. Идеальный. Ну вот если отвечать на ваш вопрос, вот все-таки вот в таком формате, идеальный юрист для меня это мой отец. Отец, который тоже является юристом, причем заслуженным юристом Республики Татарстан, Талгатмунипич Бадыгин. И для меня вот он идеальный юрист в плане принципиальности, честности, ответственности. То есть если вот мы говорим об этом. А вообще я бы употребила термин, наверное, не идеальный юрист, а профессионал. Профессионал вот в любом деле, в том числе и в сфере юридической, и в любой другой сфере. Я подозреваю, что следующий вопрос, он может быть меньше к юрфаку относится. Все-таки, и тем не менее, я тоже часто задаю нашим гостям, вот когда, бывают ситуации, когда человек поступает на юрфак, молодой человек учится и в какой-то момент понимает, что это оказалось не его. Потому что под давлением родителей, под общественным мнением, желанием, ну считается, что профессия юриста – это человек, который жизненный капитал себе уже обеспечит. Но тем не менее, бывает, что человек, вот он не идеальный юрист, да, у него другие интересы оказались в жизни, и они возникли, понимание-то пришло позже. Как… И это всегда драма, на самом деле. Если человек начинает учиться, проходит какой-то срок, вдруг понимает, что это не его, разворачивается, уходит, чтобы находить потом свой путь, это потеря времени, это все равно драма, да. И я хотел бы такой вопрос. Вот как вопрос даже родителям, не студентам, а более взрослым людям, как определить в своем чаде, в подростке, что человек, которому юридическое образование будет интересным. Какие-то вот зачатки, да, какие у него интересы, какие книги должен читать человек, какие фильмы может смотреть. Какие фильмы вы любите, кстати, связанные с книгами, как вы сами к этой профессии пришли. Вот давайте на эту тему пообсуждаем. Ну так, если сначала, да, если мы говорим о родителях, то мы всегда вот на дне открытых дверей, мы всегда говорим родителям, научитесь слышать своих детей. Не просто слушать, а слышать своего ребенка. Потому что, ну, это ведь не секрет, что процентов 80 абитуриентов приходят не только на юрфак, а вообще в любую какую-то профессию. Именно потому что это был совет родителей, или это даже была такая настоятельная просьба родителей. То есть чаще всего ребенка все равно направляют родители. Поэтому если у родителей есть нереализованные какие-то амбиции, они вот стараются как бы все это выплеснуть на собственное чадо, и в итоге вот эти конфликты чаще всего возникают именно по этой причине. То есть ты не услышал собственного ребенка, ты не знаешь, чем он интересуется, ты не знаешь, что он читает, к чему он стремится. Поэтому в первую очередь для родителей это вот именно такой совет. Второй момент. Когда ты приходишь на юридический факультет, даже если это твой собственный выбор, это предполагает, что он не всегда оправдывается. Ладно. Оправдывается вот на протяжении обучения, ты вдруг понимаешь, что да, мне этого хотелось, но это не совсем то, чего бы я хотел или хотела. Тогда есть возможность либо закончить, то есть поставить все-таки точку в процессе обучения, потому что надо доделывать начатые дела до конца. Да. И дальше идти уже, двигаться в том направлении, которое тебе вот станет интересно вот уже на другом этапе твоей образовательной траектории. И если мы говорим о сегодняшних трендах, сегодняшний тренд это образование на протяжении жизни. То есть сегодня ты можешь пойти на юрфак, завтра ты можешь пойти на психологию, послезавтра ты можешь пойти в художественную школу или в музыкальное училище и, пожалуйста, заканчивай то, что тебе интересно. Поэтому я думаю, что сегодняшние школьники и наши потенциальные абитуриенты, они гораздо проще смотрят на это. Да, на родительских карман это, в общем-то, не очень хорошо сказывается, потому что заплатить за весь курс обучения, а потом ребенок говорит, знаете, вот вам мой диплом, вы хотели, чтобы я поступил на юрфак или на экономфак, а я не хочу, мне эта профессия не нравится. У нас были такие случаи, когда на юрфаке оказывались такие очень известные фамилии династии врачей, Менделеевичи, Вургофты. Были те, кто заканчивал, то есть несмотря на то, что там врачи-врачи, они заканчивали как юристы. А были те, кто вот врачи-врачи и все-таки вот нет, я тоже врач, я не юрист и после первого-второго курса уходили. Ну, я думаю, что сейчас, когда в медицину понятие юридической ответственности начинается вползать, вот в свете рыночных отношений, в полный рост, то я думаю, что юрист-врач это весьма будет востребована связка. Это всегда будет востребовано, и профессия, и связка. Я просто к тому, что на самом деле я не считаю, что это, ну, прям такая трагедия. Ну, вот, да, для родительского кошелька, наверное, это не очень комфортно. Драма, я в родительном жил драма. И драма, нет такой драмы. То есть если есть желание вообще учиться, это уже хорошо. И на юрфаке тебе создадут такие условия, что ты даже если ты пришел сюда, потому что тебе там кто-то посоветовал, это точно, я знаю, что условия такие, что ты себя реализуешь, и ты никогда не пожалеешь, что ты закончил юрфак. Лилия Толгатовна, вот нас телезрители смотрят и, наверное, тоже задают себе вопрос, вот как вот там подвигнуть, например, своего ребенка, какие ему дать там, помимо вот того, что прозвучало, да, конечно, есть там информация о звездных выпускниках, она сама по себе мотивирует, но вот какие фильмы, какие книги вы можете посоветовать, вот чтобы человек почитал и как бы зажегся, что ли. Ну вот можно просто про собственный опыт, вы тем более задали этот вопрос. Я, наверное, даже не с первого класса, а лет с пяти мечтала быть врачом, кардиохирургом. То есть я делала все для того, чтобы, в принципе, в эту профессию прийти. Но в год моего поступления в медицинском университете вступительным экзаменом поставили физику. Несмотря на то, что у меня медаль, то есть и пятерка по физике, я не была уверена в том, что я физику сдам на пятерку и, то есть, поступлю, соответственно, тогда были только бюджетные места. Поэтому я целый год ходила на курсы подготовительные в Казанский университет по обществознанию, истории, русскому языку. То есть любила историю, очень нравилось обществознание. И я буквально вот последний год переориентировала сама себя на юриспруденцию. А вот что такое было? Отец юрист, ну, то есть в семье всегда обсуждались какие-то ситуации, которые, ну, бывали у него как у работника прокуратуры. Поэтому мне эта профессия тоже нравилась. Мама педагог. То есть и получилось так, что вот этот выбор, да-да-да, то есть этот выбор вот в десятом классе, и я нисколько не жалею. Поэтому вот я вот так пришла на юрфак. То есть, да, я знала, что это тоже очень такая профессия достойная, и она интересная. И вот я говорю, тут, в принципе, набор дисциплин, который там предполагался для сдачи экзамена, я написала сочинение на пятерку и поступила с одним экзаменом. То есть и у нас звездный курс тоже, кстати. То есть мои выпускники, это и заместители прокурора Республики Татарстан, там и банкиры. То есть управление от Барсбанка есть. Ну, поэтому каждый из нас приходит вот в эту сферу, юридическую или в любую другую, по ряду обстоятельств, да, поэтому... На кого-то кино повлияло, на кого-то книга, на кого-то пример родителей. Ну, и в итоге юридическое и вот это педагогическое, вот и мамина, и папина во мне слилось, да, хотя отец всегда говорил, где работать в прокуратуру. Ну, то есть он мне как-то вот настраивал, что я должна, в общем-то, вот была реализоваться именно в прокуратуре. Вот мы говорим о прокуратуре и говорим сейчас, вот очень много-много разговоров идет о судебной системе. Это действительно очень большой общественный резонанс. Я не буду приводить какие-то там конкретные примеры последнего времени по судебным решениям. И я просто констатирую факт, что сейчас в обществе возник запрос на обсуждение проблем, связанных с реформой судебной системы. И поэтому есть такой вам вопрос, как юристу, как профессионалу, на ваш взгляд, нужна ли реформа судебной системы? В каком направлении? И как вы сами к этому относитесь? Скажите нам. Вы знаете, я считаю, что вообще реформирование любой социальной сферы, политической, экономической, ну, то есть социальной в широком смысле, оно всегда объективно обусловлено. И любая реформа, которая проводится государством, правительством, она связана с благими целями. То есть это всегда совершенствование того механизма, который существует. Поэтому и реформа судебная 1847 года, и нынешняя реформа, а она же тоже уже вот, ну, как бы такая поэтапная, и не вчера она даже началась, предполагает совершенствование той части государственного механизма, который связан с защитой прав человека. Поэтому, естественно, что можно говорить о пенсионной реформе, можно говорить о реформе ЖКХ. То есть в любой сфере, на самом деле, реформа — это всегда совершенствование тех институтов, тех процессов, которые помогают людям чувствовать себя в безопасности, чувствовать себя комфортно. То есть это гармонизация тех процессов и отношений, которые существуют. Поэтому я считаю, что судебная реформа, которая проходит, она объективно необходима. Причем это связано еще и с теми технологическими новшествами, которые сейчас происходят. Мы говорим о цифровой экономике, и, естественно, что эта цифра проникает во все сферы общественной жизни. Она облегчает нам жизнь в плане платежей и других вопросов. И, естественно, что государственный механизм, он тоже должен учитывать вот эти вот моменты. Поэтому есть электронный документооборот, есть соответствующая система и в суде. И даже гласность и открытость судебных процессов. И все это доступно, можно посмотреть, как это происходит, можно ознакомиться с делом и так далее. То есть это все объективные процессы. Поэтому я считаю, что государство осуществляет ту или иную реформу, она именно стремится к тому, чтобы совершенствовать те механизмы, которые существуют. И вот в плане защиты прав человека судебная система, она самая такая считается эффективной. И чтобы действительно этот результат был таким, я думаю, что то, что будет происходить сейчас и происходит, это то, что способствует именно улучшению отношения людей к органам государственной власти, то, что способствует именно большей возможности защиты своих прав. Но при этом надо всегда понимать, что реформируя что-то одно, естественно, мы сразу предполагаем, что есть необходимость это потянет за собой и другое. Кроме того, надо всегда помнить, что гражданин, он тоже участник вот этого процесса. И поэтому, если мы... Нарушаем его права. Если он сам нарушает права других, если он сам не соблюдает права других, если он реализует свои... не реализует свои права, а качает права, то этот процесс будет очень длительным и долгим. И всегда будут недовольными те, кто считает, что вот что-то происходит не так, и опять делается все не в интересах вот отдельного такого человека. Поэтому нам самим надо понимать, что мы живем в правовом пространстве, то есть и мы подчиняемся Конституции Российской Федерации, законам Российской Федерации. Поэтому, если есть необходимость свои права защищать, их тоже надо защищать в соответствии с законом. Если ты считаешь, что твои права нарушены, надо обращаться к юристу, то есть или непосредственно самому реализовывать права, вот именно следуя букве закона. Даже если тот же самый человек понимает, что его права нарушены, в частности, какого-то там, он отспаривает судебное решение, у него всегда есть шанс обратиться в более высокую инстанцию. Конечно. Вся вот эта система, да, все уровни судебной системы, конечно, и касация, и апелляция, и первое звено, то есть это все то, что и способствует принятию справедливого и законного решения. И, соответственно, защищает права человека. Конечно. Вот вы упомянули о цифровизации. Сейчас очень часто вообще в популярной литературе, в научно-популярной литературе ходят такие вещи, профессии, которые скоро умрут с цифровизацией. И одна из профессий, в том числе, судья. Потому что якобы искусственный интеллект, который придет на смену многим профессиям, он будет более объективен. Это целый пункт достоинств. На ваш взгляд, такое случится? Я считаю, что нет. Почему? Искусственный интеллект, который уже сейчас пришел и в судебную систему, и в таком ограниченном пока варианте, и он будет совершенствоваться. Естественно, что и смарт-контракты, как их сейчас называют, и биткоины, и блокчейн, и криптовалюты, то есть все, что относится к этому. То есть это все регулируется с помощью законодательства. И естественно, что судья, который выносит решения по таким типовым вопросам, может быть, он и не нужен будет с точки зрения того, что это решение стандартное. Там, где неустойка, еще какие-то вопросы более мелкие, которые, собственно, искусственный интеллект может, обработав, выдать готовое решение. Но отвечает за него в любом случае человек. То есть это его статус судьи, собственно, и позволяет ему выносить решения именем Российской Федерации. То есть вы хотите сказать, что лучше только облегчит работу судей. Да, да, это именно облегчение работы судей. Как вот штрафуют, ты едешь на высокой скорости, и прилетает тебе штраф от камеры. Кроме того, извините, искусственный интеллект – это всего лишь программа, это бот. То есть а судьи кто тогда? Программисты? То есть что заложат они? То есть какой программа будет заложена вот в эту машину? Уголовный административный кодекс Российской Федерации. Этого мало. Есть масса факторов, которые, собственно, и позволяют судье принимать решения и выносить приговоры ниже нижней границы и так далее. То есть бот, он может просто так вот шаблонно вынести решение. Судья, он выносит решение, руководствуясь не только буквой закона, но и собственным правосознанием, руководствуясь своим опытом работы. И поэтому, конечно же, здесь человеческий фактор всегда будет присутствовать, особенно в уголовных делах. Да, то есть это вина. Как ее через искусственный интеллект, как оценить вину человека? Конечно, то есть это нужна очень мощная программа. Да, конечно, искусственный интеллект, он будет обучаться. Чем больше информации, тем больше данных, он будет обучаться. Но это, я считаю, что это только помощь судьям. Ваш факультет участвует в методической разработке каких-то программ вот именно с элементами искусственного интеллекта в правовой сфере, которые будучи помогут судьям, будучи помогут другим? Мы участвуем в совместном проекте с арбитражным судом Республики Татарстан как раз вот по созданию такого продукта. Причем это совместный проект с ИТИС. И я думаю, что у нас есть, будет результат, то есть есть потенциальная возможность создать вот этот продукт, которого нет на данный момент в судебной системе. А как в этой работе вы ориентируетесь на опыт других стран? Может, уже есть такие вещи? Или это пока все на одной линии, что называется? Нет, конечно, не все на одной линии. Кто-то впереди, кто-то позади. Сегодня вообще вот эта терминология «legal tech», то есть использование искусственного интеллекта в юридической сфере, такой тоже очередной тренд. И в этой сфере работает ряд компаний, в том числе и те, которые являются резидентами Сколково, и Иннополис в определенной степени у нас. Поэтому в любом случае это большая и дорогостоящая работа. Поэтому ею тоже должны заниматься профессионалы и совмещать образовательную деятельность, научную деятельность и вот еще и такого рода проекты, на самом деле это непросто. Поэтому преподаватели юридического факультета, они проводят и сами участвуют и в семинарах, и в мастер-классах, то есть и со Сколковым мы в очень тесном сотрудничестве работаем с «Право.ру». То есть мы с теми компаниями, которые, собственно, занимаются разработкой легалтех, мы на связи, не просто на связи, то есть мы учимся, и мы внедряем в учебный процесс то, что сегодня уже для юриспруденции, ну, уже сегодняшний день. В частности, мы открыли вот в этом году магистрскую программу «Юрист» в сфере информационной, в сфере цифровой экономики и, собственно, набрали первых магистрантов. И есть эта совместная магистрская программа, где часть дисциплин будут читать, соответственно, специалисты в области юриспруденции, а часть дисциплин будут читать айтишники. Лилия Талгатовна, вот искусственный интеллект – это, безусловно, интересно, и за ним будущее. Но давайте вернемся к обычному интеллекту. Вот у нас у бывателей есть мнение, что юрист, он смотрит на все как-то иначе. Вот интеллект юриста, он как-то отличается от интеллекта обычного человека, в том, что у него какое-то мышление совершенно, да, юридическое мышление. Вот даже говорят, вот он юридически мыслит, и вот человек, даже, допустим, обладающий таким мышлением, ему все говорят, ну, ты же юрист, вот помоги, ты же юрист, вот это, вот это, вот это. Чем отличается мышление юриста от мышления обычного человека? Наверное, любой тип мышления, он формируется не обязательно только у юриста, и, в частности, вот юридическое мышление. Ваш коллега Лев Авруцкий вот очень много лет в «Комсомольской правде» вел рубрику, которая была связана с правовой проблематикой. Ну, то есть журналист, который обладал как раз вот этим юридическим мышлением, критическим, логическим, то есть формально-юридическим, собственно, да, или формально-логическим. И поэтому, мне кажется, конечно, да, на юридическом факультете на протяжении всех лет обучения, собственно, и формируется вот этот тип мышления, культура, да, юридического мышления и юридического мировоззрения. Но это не обязательно, что ты должен закончить юрфак, и ты сразу сформируешь вот такой тип мышления. То есть это еще и практика. И кроме того, этот тип мышления юридический, он тоже отличается. Судейский корпус или работники органов прокуратуры. То есть там есть определенная специфика, но при всем при этом это действительно вот эта критичность. То есть оценка события, факта и его привязка к закону, это такая вот формальная логика, это формализованность, потому что есть юридическая норма, есть конструкт, и ты должен как бы в нее уложить вот эту вот жизненную ситуацию. Ну и системность мышления, и комплексность, то есть увидеть ситуацию не вот так зашорено, а как бы раздвинуть рамки и посмотреть. То есть в этом смысле, да, есть определенная специфика, но, знаете, говорят, два юриста, три мнения, поэтому даже при юридическом типе мышления два юриста могут выдать совершенно разные точки зрения на один и тот же вопрос. Не только юридический. Вопрос только как доказать. Ну, это уже дальше есть теория доказательств, то есть мы этому тоже учим. Ну, Рустам. Вы знаете, я бы хотел еще вернуться к вопросу о реформе, о реформе судебной, о которой мы начали разговор. Любая реформа, она возникает в необходимости, потому что возникают обстоятельства, которые требуются что-то изменить. То есть если суд не выполняет в полной мере те функции, которые он должен выполнять, да, в судебной реформе, значит требуются реформы. Об этом начинают разговоры. На ваш взгляд, раз такие разговоры идут, какие функции суд отечественный перестал выполнять или недостаточно хорошо выполняет, что потребовалась реформа? Наверное, будет очень субъективно мое мнение. Все-таки я не отношусь к судейскому сообществу, несмотря на то, что юридический факультет осуществляет подготовку, в том числе и для судебной системы. Но функционально, я думаю, что судебная система у нас работает хорошо. В том смысле, что огромное количество дел, которые поступают в суды, оно рассматривается, нарушение сроков рассмотрения, да, даже если это имеет место, то это всегда то, что связано с дисциплинарной ответственностью судей. И если мы говорим, опять-таки, об отношении людей к судебной системе, оно тоже очень разное. Был период, когда у нас гражданин в попытках защитить свои права, как он считал нарушенными, он по каждой ерунде, извините, да, вот обращался там к судье. То есть там, где, как говорят, напишите жалобу хоть в Организацию Объединенных Наций, она все равно придет в ЖЭУ. То есть иногда ситуацию надо решать на местах, не надо прибегать сразу к судебной защите. И вот этот огромный перегруз судебной системы, он как раз, наверное, в определенной степени вылился в то, что вот это отношение к судебной системе, что тебя там очень долго мурыжат с рассмотрением твоих дел и так далее, что откладывают очень часто, потому что судьи загружены и так далее. То есть вот, может быть, это одна из причин, почему там какое-то негативное отношение к суду есть со стороны населения, которое, не владея юридическими знаниями, да, там обращается в суд, сразу непосредственно считая, что только суд может его защитить. То есть надо решать проблему на местах. Вы знаете, я общался с юристами, практикующими юристами, которые занимаются в сфере экономики, то есть это корпоративные юристы, и они мне такие вещи рассказывали. То есть он говорит, лет 10 назад еще мы могли в судах, когда речь идет, например, о налоговых спорах, а когда их предприятие или организация связана с государством, и это какой-то юридические несостыковки с государством, то у нас там были состязательности, мы могли выигрывать эти процессы. Сейчас, какой бы ты квалификации не обладаешь, как бы там ни танцуешь, у государства в суде выиграть намного стало сложнее. И это связано якобы с приматом того-то государства, что через судебную систему он начинает исполнять некоторые функции, которые... Ну вот отсюда и разговоры о так называемом телефонном праве. Ну они существовали, да, всегда есть сейчас. Интересы государства и вообще любые публичные интересы, они сегодня не в приоритете перед интересами частных лиц. То есть если мы говорим о том, что у нас человек, его права и свободы и высшая ценность, мы полагаем, что у нас как раз вот это индивидуальное начало, оно первично. Но, на мой взгляд, все-таки основная проблема вообще и для государства, и для любого уровня, и для любой организации, это найти баланс, найти разумный баланс между публичным интересом и частным, между корпоративным интересом и интересом отдельного сотрудника этой организации. Потому что судебная система, она, конечно же, вынося решения от имени Российской Федерации, то есть она, естественно, является частью вот этого государственного механизма. Но это не значит, что государственные интересы здесь стоят превыше всего. Если это не национальная безопасность, а именно государство как юридическое лицо, государство, то есть как субъект, который тоже хочет получить какую-то прибыль, или он здесь нарушает правила, которые сам же устанавливает, по сути, через законодательные органы власти, то и в отношении государства тоже будут выноситься законные решения там, где государство, то есть будет отказано в удовлетворении этих исковых требований. Ну, речь о том, наверное, шла о том, что в любом праве есть вот эти вот лазейки, да, вот где или-или, вот сейчас они трактуются в пользу... Я против вот этого вот закону, что дышло, куда повернешь, туда и вышло. Нет, нет, это лазейка. Конечно, есть интерпретация, да. Да, да, да. Норма, она всегда очень жесткая конструкция, теоретически такая вот, ну, именно филологически выстроена таким образом, чтобы под нее попадало множество разнообразных ситуаций. И, конечно же, толкование этой нормы, применительно конкретной ситуации, это то, что делает судья. Но в любом случае он же руководствуется этой нормой закона, если она сегодня такова. И он не то, что он отдает предпочтение там публичным интересам, а не частным, а именно потому, что ситуация таким образом складывается. То есть мне так говорят люди. В 90-е, в начале 2000-х было интереснее работать юристом. Сейчас менее интересно. Вот за счет того, что толкование начинается в пользу одного из объектов вот этой системы. Это не толкование. В 90-е годы у нас изменялось законодательство. После крушения Советского Союза, да, то есть переход был к новой государственности, и вся законодательная база начала постепенно меняться. То есть таким образом мы в 90-е годы имели пробел, правовой пробел именно в регламентации уже вот тех новых отношений, которые появились в эти 90-е годы. И киберпреступность, она у нас тоже не сразу за нее появилась, соответственно, в уголовном кодексе. То есть да, законодатель просто не успевал заменяющимися отношениями, и поэтому было просто, потому что как раз вот руководствуясь действующим законодательством, можно было, ну, как бы интерпретируя его в условиях отсутствия вот другой какой-то нормы, можно было принять решение, да, в пользу вот этих частников. Ну, и опять-таки, как бы следует тому анекдоту, когда судье принесли взятку, там, истец 400 тысяч, этот ответчик 200 тысяч, там, отдайте истцу 200 тысяч, и все будем решать по закону. Поэтому я считаю, что это было связано вот именно с этой проблемой, то есть смена правовой системы и законодательством. Лилия Талгатова, давайте вернемся к нашему университету, и я думаю, что, наверное, многих наших телезрителей интересует достаточно такой очень интересный вопрос. Вот идет сейчас глобализация, и мир вообще поделен на две системы права. Это так называемое континентальное право и система общего права, которая главным образом распространена в США, Англии. Мусульманской правовой семье тоже не надо со счетов сбрасывать. Да, это уже что-то новое, но пока вот это вот два таких глобальных... Ну, крупные, да. Два крупных глобальных таких юридических проекта, и вот понятно, что у нас в силу того, что наше законодательство, оно относится к системе континентального права, и, соответственно, специализация, обучение происходит именно в этой системе. Но у нас глобализация, у нас работает транснациональная компания, и даже здесь, в Казани, уже они широко представлены, и появляется международный арбитраж, и появляется необходимость понимания системы именно того общего права, которое там за океаном. Скажите, как у нас в Казанском федеральном университете готовят студентов именно вот к той второй... Правовой семье. Да, к тому второму правовому миру, который чрезвычайно распространен за рубежом, и... С одной стороны, процент студентов, которые будут работать за пределами Российской Федерации или там в транснациональных корпорациях, он небольшой. Но подготовка на юридическом факультете Казанского федерального университета осуществляется фундаментально, и поэтому помимо курсов сравнительного правоведения, которые есть и у бакалавров, и у магистров, есть отдельный международный профиль, то есть есть кафедра международного европейского права, нет, в рамках этой кафедры таможек, да-да-да, международного европейского права, есть профиль международного права, то есть на бакалавриате, есть магистрские программы, которые называются «Международная защита прав человека», есть международный бизнес-право, И есть англоязычная программа, три магистрские программы на кафедре были сформированы, то есть и на юридическом факультете мы предлагаем получить в том числе и знания в области и англоамериканского права, и российской континентальной правовой системы, и российской континентальной правовой системы. То есть здесь в этом плане есть именно тот задел и та научная школа, которая всегда стояла на позициях, что необходимо знать не только право своего рога, но и знать всех тех, кто тебя окружает. И процессы интеграционные, которые тоже идут уже много лет, как в Европе, так и в России, соответственно, они требуют знаний и плоскости общего права, то есть системы общего права. Вот вы хорошо сказали интеграционные процессы, они ведь и для нашей отечественной юриспрезиденции очень ярко выражены, вот, например, можно даже говорить о неком подобии прецедентного права, который является основой общей системы общего права, это такое решение пленума Верховного Суда. То есть, с одной стороны, вроде бы они... Эти споры, да, ведутся достаточно давно, мы все-таки остаемся в рамках континентальной правовой системы и те изменения, которые происходят, да, иногда ряд институтов, которые мы заимствуем из англо-американской правовой семьи, они не всегда красиво, скажем так, вписываются в современное гражданское законодательство или любое иное законодательство, там, допустим, вот, речь идет об изменении, там, семейного кодекса Российской Федерации. Есть такие моменты, но я думаю, что Комитет по законодательству Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в любом случае эту работу ведет по именно не просто совершенствованию российского законодательства и включенностью в него востребованных сегодня институтов англо-американской правовой семьи, но и мы сами изучаем эти правовые системы, и, естественно, что студенты должны быть готовы к тому, что законодательство, оно изменяется, важно понимать, каким образом эта регламентация будет осуществляться уже вот на перспективу. Поэтому это большая работа Государственной Думы Российской Федерации, то есть, чтобы это было все системно и непротиворечиво с точки зрения вот именно включенности отдельных институтов. Что касается судебной практики, судебная практика, да, она является важным источником права российского, но при этом здесь это такой квази-прецедент скорее, то есть, прецедент в его понимании в англосаксонской правовой семье это конкретное судебное решение, то есть, по конкретному делу, которое является образцом для последующих аналогичных дел. А когда мы говорим об общении судебной практики, то есть, то, что делает Пленум Верховного суда, там, Арбитражного в прошлом суда Российской Федерации, это обобщение определенной категории дел и выработка однотипных таких вот алгоритмов для того, чтобы, как Ленин в свое время говорил, законность не должна быть Калужской и Казанской, чтобы судья, там, Республики Татарстан или судья в каком-нибудь Кемерской области выносил решения, вот, по схожим делам, чтобы они были одинаковыми, чтобы не было такого вот расхождения, то есть, когда закон позволяет интерпретировать вот таким образом и в то же время вполне законным иным образом. То есть, там, например... Поэтому это рекомендация судьям, каким образом вы должны, вот, в случае, если вы выносите решение по данной категории дел, то есть, какое решение наиболее оптимально с точки зрения правоприменительной практики сегодня. То есть, это своего рода квазипрецедент, да? Ну, да, то есть, это не совсем прецедент, потому что это не одно решение, это масса решений по всей России, которые обобщаются, это вот категория дел, и ее обобщают и смотрят, и пленум Верховного суда, это судьи, то есть, коллективно выносят решение, какое из решений наиболее оптимально, а может быть, это, ну, два решения было таких вот интересных, и, соответственно, они выносят решение, то есть, рекомендацию для судей, вот, руководство с этим алгоритмом. То есть, вот, это более оптимальный ход разрешения именно вот этой ситуации по этой категории дел. Ваше, вообще, вот, отношение к системе общего права, вот, это прецедентное, все-таки, вот, смотрите, какой рывок делала Америка, в том же, основываясь на своем праве, и, вот, говорят, что Америка – это страна лойеров, ну, юристов, что, фактически, там, через призму юридических судов, взаимоотношений с судами, они настолько в жизни среднего американца это вплелись, на порядок больше даже, чем вот у нас, у среднестатистического гражданин, там, все судятся, все, эта система отработана. И вот эта вот система прецедентного права, она является ли привлекательной? Может, нам поменять систему права? Вот, задаю такой дилетантский вопрос. Вы знаете, я полагаю, что у каждой страны свой путь развития государственности, свой путь формирования системы органов власти, и, в том числе, и судебной власти, поэтому, если мы говорим даже об американцах, то надо сказать, что так называемое статутное право, то есть, вот, нормативно-правовые акты, оно для американцев, на самом деле, даже если и стоит на позициях ниже, чем прецедентное право, но объем его сегодня приближается, собственно, к прецедентному праву, то есть, сама англо-американская правовая система начинает постепенно выходить вот именно на... Не только мы заражаемся ими, но и они заражаются нами. Конечно, конечно. Процессы интеграции, да, процессы сближения правовых систем, они происходят, и они происходят обоюдно, то есть, ну, в любом случае, американцы тоже понимают, что вот огромное количество прецедентов, которые существуют там с незапамятных времен, изучать в вузах американских, английских, достаточно сложно. То есть, и мир меняется, все это усложняется. Есть же очень странных и смешных там даже законов, которые до сих пор в Америке действуют, именно прецедентного права, вот, не законов, а прецедентов, которые сегодня продолжают действовать, несмотря на то, что, собственно, таких отношений уже может не существовать. Ну, извините, у них даже в Конституции Соединенных Штатов Америки есть отсылка, например, там, грабежам морских судов, то есть, они Конституцию так и не меняли. Ну, да, поэтому здесь... Оно не актуально в Сомалийских водах, например? Ну, это только сейчас актуально. А вот мы как-то жили достаточно долгое время без Сомалийских пиратов, по-сотству. Я считаю, что российская правовая система, то есть, как с точки зрения вот именно преемницы, да, не только Советского же Союза, но еще и Российской империи, и еще раньше там русского государства, она в любом случае изначально строилась на основе судебников, то есть, на основе нормативных актов, княжеских актов. Поэтому для нас вот это вот... Все традиции. Да, 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 то есть, это не значит, что мы просто вот... у нас был выбор, и мы взяли вот заобразец именно Романа Германска. Поэтому советская правовая система, она хоть и относилась к социалистической, но по параметрам она была, по сути, очень близка к Роман Германской правовой семье. У нас тот же нормативный массив. Ну, да, были у нас директивы партии, но они же были вписаны в эту систему нормативных документов. Поэтому я считаю, что брать лучше то, что есть в других системах, при условии, что это будет хорошо интегрировано, почему нет? Точно так же, как американцы сегодня вот статутное право совершенствует его, и больше ссылок уже сейчас на статут. Лилия Толгатовна, вот я неоднократно слышал от юристов, знакомых, вот, есть такой вот, мы сейчас упомянули конституцию Соединенных Штатов Америки, да, вот, которых там даже есть какие-то совершенно там древние такие вот мухом покрытые традиции, которые уже никому уже не интересны, но они их не меняют, нет. А у нас, вот, возьмите простую вещь, вот простой налоговый кодекс. Он непростой, он очень сложный. Да, но он сложный, да, но я, давайте возьмем просто один документ, налоговый кодекс, а такой важный кодекс в системе арбитражного суда, экономической жизни предприятия, так он меняется чуть ли не ежеквартально. То есть там происходит разного рода, то есть у юристов даже, вот, те, кто читает по бумаге, там, раз в квартал заходят в книжный магазин, покупают очередную редакцию налогового кодекса. Такое изменение вот этого законодательства все жалуются, потому что опять возникают люфты, кто-то там помнит, что-то изменилось, людям тяжело следить. И вот ваше отношение вот такой, это не только налогового кодекса касается, это и касается других важнейших основополагающих таких вот законов, которые у нас там постоянно меняются в режиме. Вот мы с вами говорим о цифровизации всех сфер общественной жизни, и вот именно цифровизация и искусственный интеллект, они должны привести в надлежащую систему всю ту нормативную базу, которая существует. Именно благодаря вот использованию искусственного интеллекта, информационных технологий, вот эта непротиворечивость, она и будет постепенно осуществляться. То есть обработать огромное количество нормативного материала, 450 депутатов Государственной Думы Российской Федерации, ну, им достаточно проблематично. Поэтому есть, да, есть специальные правовые системы, консультант плюс, гарант, кодекс там, да, то есть это те, которые как раз и использовали вот эти технологии, эти технологии для того, чтобы нам облегчить работу в поиске нормативных документов, в поиске судебной практики, там и обзоры судебной практики есть, и вся нормативная база по всей России. То есть и вот как раз и дальнейшее развитие искусственного интеллекта, и его внедрение в правовую сферу, оно и приведет к тому, что этих противоречий будет все меньше, и нам будет проще и пользоваться уже любым законом, и законодателю будет легче. То есть он уже не будет вот эти талмуды, там, проекты законов, уже будет обработка идти вот именно с помощью специальных программ. Ну, знаете, до смешного доходит, и до книжного магазина, я даже, если я не залезу в интернет, я не пойму вот этот, редакция того или иного закона или кодекса, она является последней на сегодняшний день? Ну, для этого есть юристы, мы же как бы не знаем тоже с вами многие медицинские термины, когда у нас что-то болит, мы идем к врачу. Поэтому, когда у вас возник правовой вопрос, надо идти к специалисту. Причем вот именно к узкому специалисту не тот, кто занимается семейными делами, а тот, кто занимается налоговыми спорами. Но ведь это такая, как бы, я бы даже сказал, монополизация знания. Считаете ли вы, что вот обычный человек, он должен все-таки глазами юридического мышления, знанием каких-то основных законов владеть? Я считаю, что это обязательно, поэтому школьные программы включают общество знания и раздел права достаточно большой, и именно основы правовых знаний, которые ребенок получает в школе, ну, где-то, может быть, дома, может быть, сам, это обязательное условие вообще формирования личности гражданина этой страны. И это именно то необходимое условие для построения правового государства, высокий уровень правовой культуры и правового сознания каждого человека, а не только чиновника. Поэтому я считаю, что да, это обязательно нужно. А вот участвует юрфак в популяризации юридического общего знания? Обязательно, да. То есть на юридическом факультете ведется очень большая профориентационная работа, у нас есть учителя права и английского языка, то есть у нас есть еще одно направление подготовки, помимо юриспруденции, и они, соответственно, как учителя права в школах проходят практику. Им, у них занятия ведут преподаватели юрфака, поэтому здесь вот такой очень тесный контакт, собственно, с юриспруденцией происходит у учителей права. И есть на юридическом факультете школа молодого юриста, это раз в неделю мы осуществляем подготовку к единому госэкзамену и, соответственно, подготовку вообще по праву для школьников. То есть можно даже и не поступать, но... Да, можно просто не поступать, можно просто бесплатно походить, да, и для себя какую-то... Можно походить и какую-то минимальную юридическую себе культуру привить. Кроме того, два раза в год мы проводим школу права, куда тоже любой желающий может записаться, и в течение 4-5 дней у нас такие вот блок права, ну, часть из блока права вычитывается преподавателями, мастер-классы, квизы, ну, то есть школьники все любят. Дни открытых дверей. Дни открытых дверей, это обязательно, да, профориентация в школах, то есть это на юридическом факультете всегда. Илья Долгартовна, а у меня вот такой вопрос. Вопрос. Россия страна, скажем так, небогатая, с достаточно большим расслоением, точнее, населения. У нас очень много людей, которые не имеют возможности нанимать адвокатов специализированных, узкопрофильных. Это достаточно дорогие услуги. На самом деле, услуги адвокатов везде дорогие. Но у нас это утягощается тем, что достаточно много людей, которые, ну, не имеют возможности просто финансово. Что делать таким людям? Как получить доступ к этим услугам для людей, которые не могут это сделать в силу просто своих финансовых обстоятельств? Да, действительно, юридические услуги, они дорогие, но при этом миссия юристов, она социально значима. И на юридическом факультете Казанского федерального университета есть, работает юридическая клиника. То есть, это работа преподавателя, вернее, студентов под руководством преподавателя, когда обращается малоимущий гражданин и вообще любой гражданин, ему оказывается бесплатная юридическая помощь. То есть, есть закон об оказании бесплатной юридической помощи. И как раз вот в рамках реализации этого закона Казанский федеральный университет имеет в структуре юридическую клинику, которая оказывает бесплатные юридические услуги населению. А сколько человек в клинику прошли? Можно какие-то цифры сейчас привести? Ну, в год бывает более 200 человек. То есть, 200 дел, 200 человек. Да, и ребята готовят, то есть, студенты готовят, ну, исковые заявления помогают подготовиться. То есть, они не представляют интересы клиента в суде, но они готовят весь пакет документов, если дальше гражданин захочет сам обратиться в суд. Они просто консультацию оказывают, может быть, не нужно никакие документы составлять, просто нужно вот объяснить человеку его права вот в этой ситуации, что ему сделать, то есть, объяснить ему, куда обратиться лучше, не всегда же надо обращаться в суд. И поэтому вот этот полный комплект как бы юридических услуг оказывается юридической клиникой. Что должен сделать такой человек, чтобы попасть к вам в эту клинику? То есть, он зайти на сайт или дойти ножками до какой-то аудитории, позвонить по какой-то моменту? Юридическая клиника находится в Униксе, на улице, вход со стороны улицы Пушкина. То есть, есть соответствующий сайт юридической клиники, есть возможность записаться по телефону, можно, то есть, по интернету пообщаться и записаться также на прием. Можно просто прийти с улицы, зайти и получить квалифицированную помощь. То есть, график работы юридической клиники, он установлен. Студенты в период обучения, они, соответственно, там у них занятия по юридической клинике, и клиенты приходят в это время, и им оказывается квалифицированная юридическая помощь. Ну что ж, позвольте поблагодарить за столь содержательный разговор. И, уважаемые телезрители, сегодня у нас просто замечательным таким разговором о юридическом факультете Казанского федерального университета была его декан Бакулина Лилия Толгатовна, и мы были с вами. Это журналисты Альберт Бигбов и Рустам Ваффин. Большое вам спасибо, Лилия Толгатовна. Спасибо большое. Редактор субтитров А.Семкин